Всем привет! Игромания на связи, и теперь вместе с тобой All In буду вести я. И не только. У нас новый автор. И давайте теперь по поводу сходства с Дашей. Да, меня зовут Даша. Да, у меня тоже есть котик. И что касается костюма, здесь мы поговорим чуть позже. И да, о моей связи с продюсером тоже немного позднее. Ну а сегодня мы для тебя подготовили самые свежие, самые актуальные новости из мира игровой индустрии. Если ты готов, то мы начинаем. Сегодня я расскажу тебе о хороших и плохих новостях Diablo 4. Новой игре Valve, разных точках мнения об искусственном интеллекте, а также о будущем Майлза Моралеса, он же Человек-паук. Об этом и многом другом ты узнаешь прямо сейчас. Мы практически дождались. Дело в том, что больше 10 лет назад вышла Diablo 3. Да, в нее я тоже играла. И вот уже завтра некоторые из предзаказавших будут спасать Санктуарий от полчищ демонов. И начиналось все хорошо. Diablo 4 получила восторженные оценки журналистов. На опен-критике она заработала 90 баллов. Из плюсов отметили систему классов, увлекательный геймплей и приятное возвращение к корням второй части. Но и без недостатков, конечно, не обошлось. Здесь выделили редкие баги, унылые ситуации со слишком сильными врагами в основных заданиях. И поэтому приходится выполнять тонны побочек и зачищать карту от возрождающихся врагов. Blizzard заявила, что ее сервера готовы к запуску. И даже страница предзагрузки в российском Battle.net появилась. Все было хорошо. А потом плохие новости стали расти, как снежный ком. Оказалось, что журналисты играли в версию без микротранзакций. То есть они не могли оценить масштабы доната. А он будет впечатляющим. Pay to win элементов нет. Зато есть дорогие наборы и скинов. За них предлагают платить суммы, равные половине стоимости игры. При этом игроки из России не могут купить Diablo 4 через официальный сайт. А в какой-то момент экшен пропал даже у тех геймеров, кто все же смог его купить. У игроков есть возможности для установки и запуска Diablo. Но придется пользоваться обходными путями. Ну, впрочем, как и всегда. Рыночная стоимость NVIDIA превысила отметку в 1 триллион долларов. Компания достигла этого первой среди производителей чипов. Такое достижение стало возможным благодаря так называемому e-boomу. Над нейросетями сейчас работают почти все. А NVIDIA производит необходимое для этого железо. Да и обычные пользователи за видеокарты охотно платят. О том, как компания заработала в эпоху майнинга, вспоминать, если честно, не хочется. Кстати, недавно она показала новый суперкомпьютер, в котором уже заинтересовались Microsoft и Google. Компания так уверена в искусственном интеллекте, что показала новую технологию для создания квестов. Посмотрите об этом в прошлом ролике, если еще не успели. А вот Дэвид Гейдер против таких инноваций. Бывший сценарист Dragon Age не верит в способность ИИ написать годный квест. По его мнению, только человек может сотворить что-то, в чем будет душа. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? Ну, как скажешь, Дэвид, как скажешь. В Digital Foundry проанализировали геймплей второго Человека-паука. Пусть разговор строился на предрелизной версии, уже сейчас заметны некоторые улучшения игры. Разработчики не стали придумывать велосипед и взяли за основу Нью-Йорк из первой части. Ну, спасибо. Только сделали город немного краше, обновили текстуры и повысили детализацию районов. Теперь, как говорят, однотипных переулков должно стать поменьше. И еще одним достижением сиквела назвали воду. Геометрия жидкости стала получше. Хотя острые, как лезвие брызги, удивили некоторых игроков. Но в остальном никакого скачка игра не сделала. Графика мало кого удивила, поэтому даже поползли слухи, что паучки заглянут на PlayStation 4. Пока никаких новостей об этом нет. Но они могут поступить в будущем. Ведь актер Человека-паука Питера Паркера отметил, что показанный геймплей — лишь верхушка айсберга. Поэтому игрокам переживать не стоит. Разработчикам еще есть чем удивить. Да, именно из-за слов актера я поверю, что все теперь будет хорошо. И Майлз Моралес. Он же Человек-паук продолжает набирать популярность. Геймеры познакомились с ним в играх Sony. А любителям комиксов он известен уже давно. Теперь истории героя все чаще будут появляться на больших и малых экранах. Ведь супергерой получит свой собственный фильм. Подробностей пока мало. Но было бы интересно посмотреть на его дружбу с нынешним Питером Паркером. Кстати, его новые приключения можно будет увидеть в Паутине Вселенных. Критики высоко оценили картину, назвав ее достойным продолжением первой части. И новый проект получит не только Майлз. Sony также работает над мультфильмом о Женщине-пауке. Тут остается только гадать, о какой именно речь. Во вселенах Марвел их было много, и все они разные. Еще одна порция хороших новостей поступила от разработчиков Алана Уэйка II. Сэм Лейк рассказал, что никогда не сомневался в выходе игры. Студия уже давно работала над хоррором. Просто некоторые концепты были так хороши, что легли в основы других приключений. Несмотря на это, история горя писателя будет насыщена разнообразными идеями. Авторы считают, что новая игра будет очень особенной. В работе над сиквелом рассматривалось множество концептов. За основу взяли самые мрачные из них. Подробную презентацию игры мы увидим на Summer Game Fest уже 8 июня. Авторы последней Battlefield продолжают развивать шутер. Недавно в продажу поступило элитное издание, содержащее контент первых четырех сезонов. А 7 июня стартует новый, в котором игроков ждет куча контента. Например, масштабная карта возвращения, где для победы понадобится слаженная работа пехоты и техники. Или пара винтовок, знакомых игрокам еще по четвертой части. Разработчики уже объявили, что собираются и дальше поддерживать нынешний Battlefield. Ура! Такое решение впечатляет, ведь на запуске шутера игроки им были, мягко говоря, недовольны. Но раз уж выходит обновление, значит аудитория простила студии ее ошибки. Хоть если силы студии брошены на поддержку этой части, то новую мы вряд ли увидим в ближайшие пару лет. В прошлом году Valve зарегистрировала торговую марку Neon Prime. Об игре ходило много слухов, но о свежей информации поделился блогер Тайлер Маквикер. Он назвал игру смесью обычного командного сражения с жанром моба. Это должен быть шутер от третьего лица, в котором каждый класс представлен отдельным персонажем, прямо как в Team Fortress 2. По своему настроению игра должна быть такой же красочной и веселой. Бои будут разворачиваться на огромной карте, которая каждый матч создается заново. Для перемещения по ней даже есть специальный поезд. Главная задача обеих команд — в уничтожении главного здания противника. Помогут в этом разные активности на карте, дающие бонусы и улучшения. Блогер сообщил, что особенности карты раскроют индивидуальности каждого класса. Если вам показалось, что многие механики напоминают Доту 2, то это неудивительно. По словам блогера, над проектом трудился один из ее создателей — IceFrog. Саму игру могут анонсировать ближе к концу этого года. И немного о новостях одной строкой. Авторы Киберпанка 2077 основали новую студию и представили свой первый проект. Разработчики намерены применить весь свой опыт для создания уникальной и качественной апокалиптической игры. Арт-директор новых приключений Кратоса из God of War перешел в игровое подразделение Netflix. Вместе с еще несколькими ветеранами индустрии он займется разработкой новой франшизы. Кстати, о Нетфликсе. Актер Дольф Лунгрен сыграет Ведьмака из школы кота в сериале «Крысы пограничья». Это будет спин-офф того самого шоу, из которого ушел Генри Кевилл. Для меня это была грустная новость. В прошлом выпуске мы гадали, какая же игра с PlayStation 5 выйдет на ПК. Sony объявила, что это Ratchet & Clank Rift Apart. Приключение выйдет 26 июля и получит поддержку многих особенностей ПК-версий. А теперь поговорим немного обо мне. Кто я такая, при чем здесь продюсер и что у меня с нервными клетками. Начинаем. Дело в том, что по поводу продюсера. У нас продюсер-девочка, и если бы в жизни все было так просто... Так что на этот комментарий, надеюсь, я тебе ответила. По поводу игры моего игрового опыта. Я обожаю, во-первых, канал Игромания. Я любила ее всегда. Но, смотрите, я не могла собирать журналы с 97-го года. Я не из очень крупного города. И к нам, к сожалению, это все пришло чуть позже. Но я думаю, что многие из вас как раз меня сейчас поймут. И мой первый диск — это был «Принц Персии». Все, началась любовь. Я просто не могла перестать играть. Я помню, как залипло в моменте, где нужно было перебираться со стены на стену. И все, я сломалась. Потом для меня случились прекрасные игры, такие как «Life is Strange». Я обожаю Heavy Rain, «Фаренгейт». Если сейчас вот так голопом пройтись, ни одним единым ведьмаком и ассасином мы живы. Тут я с вами соглашусь. И что касается моих нервов. Да, Дота немного их поистрепала. Но я думаю, здесь ты меня поймешь. Я не то чтобы играла очень долго в нее, но пришлось отказаться на период сессии. И знаете, я приняла твердое решение в нее не возвращаться. По поводу еще игр — это, конечно, Diablo 3. Я обожала играть в Diablo. Мне понравилось дополнение Reaper of Souls. Не знаю, как тебе. Многим пришлось не по нраву. Мне нормально, я не знаю. Но, наверное, тоже дело вкуса. И давай сейчас конкретно о том, что нас ждет. Я максимально за то, чтобы новости были яркие, чтобы новости были свежие, чтобы мы с тобой вместе создавали будущее игромании. Потому что на самом деле, да, действительно, грустно прощаться с теми, голосу которых привыкла и я. Я признаюсь, ну, руку здесь мне все время как-то грустно держать теперь. Я не знаю, эта шутка будет вечной. И я понимаю, что не сразу все у нас с тобой получится, что кому-то я могу просто не понравиться. Но ведь самое главное, что игромания есть, игромания живет и впереди нас ждет. Очень много хорошего. И, конечно, мы будем максимально улучшать наш контент. А ты, пожалуйста, пиши. Может быть, ты что-то хотел больше видеть, каких-то затрагивать инфоповодов. Обязательно пиши в комментарии. Я прочитаю. И да, помните, я действительно читаю комментарии. И это мое лицо после первых комментариев. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Мы очень ценим вашу поддержку, особенно лайки, комментарии уж тем более. Здесь давайте беречь друг друга. А мы увидимся уже завтра. Пока-пока.